20 июня участнику Великой Отечественной войны, жителю Тверской области, Борису Петровичу Колесову, исполнилось 100 лет. С юбилеем от имени всех жителей Верхней Волжья Бориса Петровича по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя. Видеообращение к фронтовику также записали офицеры 196-го военно-транспортного авиационного полка воисковой части поселка Мигалова. О том, как прошло торжество, в нашем сюжете. Деревня Глазкова Калининского района, набережная реки Тверца. Здесь, на этой улице, Борис Петрович Колесов живет со своей семьей на протяжении многих лет. Утром 20 июня местные жители отправились к Дому ветерана, чтобы поздравить соседа с юбилеем. Мы хотим вас поздравить. До такого юбилея вообще доживают единицы. Но вам крепкого здоровья. В деревне биография участника войны известна всем. Борис Петрович в 1941 году закончил первое московское авиационно-техническое училище. В годы войны воевал на Валаховском и Ленинградском фронтах. Осенью 1943 года в воздушном бою получил контузию. После выписки из госпиталя продолжил службу в 159-й отдельной роте центральной базы авиаснабжения ВВС в Москве. Начальник отдела был полковник Плюс. Эти годы мы занимались снабжением авиации, необходимым вооружением, обмундированием и всем, что им нужно было. Военную службу окончил через год после завершения войны. В мирное время работал в ЛКСМ, был руководителем социально ориентированных организаций. Можно сказать, что всю свою жизнь Борис Петрович служил во благо страны. Сначала на фронте, потом и в мирной жизни. Здесь сначала я работал в обкоме партии нашим, калининским, потом на многих хозяйственных и административных работах. Так что вся жизнь моя прошла в трудах, которые, я надеюсь, какой-то каплей доли было внесено и моей жизнью. Бориса Петровича всегда отличала активная жизненная позиция. Сегодня участник Великой Отечественной войны готов поддержать молодое поколение словом и делом. Например, правнучка Анфиса Карпова, прежде чем принять важное решение, всегда спрашивает совета у Бориса Петровича. Дедушка очень общительный человек. Он всегда рассказывает какие-то интересные истории, также интересуется моей жизнью, моей учебой. Он поддерживает меня, и у меня есть мечта, это поступить в медицинский университет. И мой дедушка также меня в этом активно поддерживает, и он тоже мечтает, чтобы я стала хорошим врачом. С юбилеем ветерана также поздравили офицеры 196-го военно-транспортного авиационного полка войсковой части номер 41-486 поселка Мигалова. Военнослужащие записали песню для ветерана. Кроме того, для Бориса Петровича из кабины самолета во время полета было записано видеообращение командира корабля авиационного отряда Ан-22, авиационной эскадрильи Ан-22, Ан-124, Виктора Чернышева. Силами регионального управления МЧС во дворе дома, где проживает Борис Петрович, была организована трансляция видеопоздравления. От всей души поздравляю вас с вековым юбилеем. Вы честно прошли через тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Проверили стойкость и мужество. И сегодня ваши жители будут поправы служить примерам всех подрастающих поколений. Бывая крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Ждем рождения. Приятным сюрпризом этого праздника стал телефонный звонок главы региона. Игорь Рудения лично поздравил участника Великой Отечественной войны с юбилеем. Дорогой наш уважаемый Борис Петрович, мы поздравляем вас за 100-летним юбилеем, потому что вы представляете легендарное поколение победителей, на примерах которого мы все воспитывались и уже воспитываем своих детей. Вы действительно сделали очень огромный вклад во всю мировую историю. И во всех испытаниях появили стойкость, принесли нашей стране великую победу, навсегда стали для нации будущих поколений примером истинного патриотизма и силы духа. Спасибо большое. Я очень рад, что на таком высоком уровне мой юбилей отмечается. Я даже не мог представить себе, насколько я взволнован. Очень рад этому. Большое спасибо вам и всем, кто организовал это дело. Борис Петрович, вам огромное спасибо, что своим примером нас поддерживаете. Хорошо. Спасибо. Завершил губернатор свою речь словами легендарного летчика-истребителя, маршала авиакции Александра Ивановича Покрышкина. Побеждают только те, кто не дрогнул и не повернул обратно. Глава региона отметил, что эта фраза полностью раскрывает характер юбиляра. Наш телеканал присоединяется к словам поздравления и желает Борису Петровичу Колесову здоровья. И благополучие.